Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад Иди сюда, ты говно В общем, меня очень сильно ругает мой монтажер Говорит, Максим, твои зрители не понимают, что ты, бля, делаешь И нахер ты это делаешь Особенно новые подписчики Рассказываю, друзья Байк я нашел на Авито Он висел за 200, по-моему, 10 тысяч рублей Я говорю, приеду, заберу сегодня, сделаешь скидку Он говорит, ну, если приедешь, заберешь, типа, за 180, то дам Встретились с парнем, посмотрели мотоцикл Все гуд, а я еще немножко подорговался И, в общем, я купил этот замечательный мотоцикл за 170 тысяч рублей Цель какая была покупки? Либо его полностью восстановить в стоковое состояние Либо сделать из него кастом В прошлом видео я устроил голосование на тему того Ребят, как вы хотите, чтобы я ее сделал Вы решили то, что это будет кастом В общем, мы будем делать кастом Сейчас у нас по плану поставить его на учет Потому что потом его вообще будете реально поставить на учет Ну и все, и дальше будем резать, пилить, варить Очень надеюсь, что уложусь за месяц Хотя изначально я хотел уложиться за две недели Так что вот, спасибо, что смотрите Пишите, пожалуйста, ваши комменты Обнял Друзья, всем привет, как дела? Пока я жду от вас ответа, какой бы вы хотели видеть проект По восстановлению мотоцикла Или все-таки по созданию чего-то злого и необычного Я решил не терять времени Я вам рассказывал, что я хочу отвезти мотик на детейлинг мойку То есть не просто его помыть из херхера Благо их сейчас в Москве много У близкого товарища такая тоже есть В общем, я хочу, чтобы мотик весь очистили везде, где только можно Залезли туда, куда я залезть не могу Я в тот раз забыл поменять Ну, то есть я поменял левую ручку, но забыл поменять правую Сейчас я поменяю правую ручку Попробую перебрать пульт У меня нет такого же, но у меня когда-то был Ducati Hypermotard У него... Ну, ручка очень похожая Я попробую из двух собрать одну Также я сниму вот эти воздуховоды Задний пластик Начинаем работать Так, первым делом надо снять ступорное кольцо И желательно его не потерять Вот оно такое маленькое Ставим ручку Тормоза есть Так, надо попробовать разобрать пульт И посмотреть, что из этого выйдет Есть пульт от Ducati Hypermotard Он похож, но у него есть пара отличных У него нет подсоса На этом мотоцикле он почему-то есть Хотя мотоцикл инжекторный Но корпуса у них похожи Вот я хочу одну часть взять с этого пульта Одну часть того Надо вообще разобраться Подходит он или не подходит А то, возможно, я это все зареадировал Пульт, к сожалению, полностью установить не получилось Потому что здесь отломан кусок Я сейчас сделал такую временную историю А пульт буду искать бушный Была главная задача Чтобы хотя бы появился свет Не знаю, кстати, появится он или нет Может быть, тут еще что-то сломано Появился? У нас появился свет Так, ну что, победа Маленькая, но победа Хотя бы можно на мотоцикле передвигаться сейчас Но буду искать новый пульт Так, что я еще хотел сделать? А, я хотел снять воздуховоды и задний пластик Так, сейчас я этим и займусь Здесь, кстати, главя Сетки вообще никогда не чистились Мы делаем кастом Это все надо будет снимать Там, я так понимаю, стоит воздушный фильтр Хотя, может, и не стоит Ну, в общем Делать здесь какие-то красивые сетки Чтобы это круто выглядело Потому что все вот эти детали Они здесь тупо не к месту Так, а это расширительный бачок Как же ездить без расширительного бачка? Это вопрос Еще у меня вопрос Как он попадает обратно Я не очень понимаю Тут есть уровень Он что, вакуумом его засасывает? Кто-нибудь знает теорию? Там же здесь есть вот только трубка слива С радиатора Но я не вижу Бачка больше ничего никуда не идет Опять же, ладно, не суть Если мы вот это все снимаем Надо будет сделать какой-то маленький бачок Куда-то его спрятать Потому что вот эта дуранда Довольно некрасивая Также здесь вот этот элемент снимется Я так понимаю, это вентиляция кормных газов, что ли? Ух ты! Вау! Вот это номер Тут это одна система Которая, видимо, ставится Вместе с баком Вижу, как прикручивается бак Вижу, как прикручивается сидение Так Все интереснее и интереснее становится Что же тебе? Что езжет-то? Вон, что там еще на 8? Капец, как это все снимается-то? Так, ну что, мотоцикл в целом начинает приобретать форму того, о чем я думал Сейчас я хочу поставить байк стене и показать вам, что вообще, какие у меня мысли, что я хочу с ними сделать Представьте, что вот этой части нет Здесь будет карбоновое крыло Вот эту часть я куплю другой бугель Либо обрежу этот, ну и закажу на всякий случай оригинальный, чтобы, ну, была возможность вернуть мой сток В общем, да, вот эта часть обрезается Единственный вопрос с выхлопом То есть можно сюда сварить какой-то кастомный выхлоп красивый, ну, там, со швами Чтобы он сюда торчал, но без этой уже детали То есть тупо выхлоп Либо все-таки делать выхлоп, уводить его вниз Такие делать две трубы с двух сторон Ну и, по-моему, получается дичь Ну, то есть ремонт бака Сюда надо будет сделать крышки Там кое-что отполировать, покрасить Ну, в общем, мотоцикл, он мне сейчас уже нравится Он прям стал злым Единственное, что видно, что это, конечно, ну, просто колхоз Но из-за этого колхоза можно, по идее, сделать какую-то красоту Поменять шланги какие-то на всякие армированные Синенькие, там, красненькие, не знаю Ну или все-таки сток В общем, я очень жду от вас мнений, ребят Ну все, сейчас я прикручиваю сиденье И... Блин, может здесь болгарку сразу хвост отрезать? Что думаете? Не имеется капец Блин, а не будет ли мне жарко от выхлопа потом, когда я буду ездить? Если его уводить вот сюда Наверное, будет Поэтому, если все-таки делать кастом, надо уводить выхлоп вниз Ну да Ладно, пока не трогаю Пока жду от вас ответов Сейчас прикручиваю сиденье на место И мы везем мотик на мойку Уже дальше будут работы по снятию бака Переднего колеса Потому что на нем есть небольшие повреждения Ну и покрышку в любом случае тоже нужно поменять Ну в общем, пока такие подготовительные работы Начинаем гонять моц Ну что, парни, поехали? Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья Мы добрались до сервиса Благо он находится рядом Ехать пару минут Ну как, это не сервис Это детейлинг мойка Моего довольно близкого знакомого Надеюсь, что справится с байком Потому что я у них делал только машины Ну что, в общем, загоняем Чок, дай его Итак, вот, собственно, я Максим Оставляю мотоцикл в его надежные руки И надеюсь, что завтра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, как дела? Сегодня мы привели в порядок Ducati Нашего друга Макса Полностью отмыли Убрали следы от масел Очистили трубу от нагара И даже натерли кожное сидение Как по мне, он максимально преобразился Но байк действительно стал сильно круче Ну, то есть, если бы я не знал, сколько ему лет Я подумал, что он стал новым Потому что у него цепь была просто Ее не было видно, какого она цвета А сейчас я вижу, что она Даже какие-то там есть золотые элементы Рама как новая Ну, конечно, я очень доволен результатом Теперь мне будет очень приятно Его разбирать и собирать Я не буду весь полукать в говне Ну что, сейчас мы будем его выгонять Довезем до гаража По плану у нас снять переднее колесо Отвезти его на ремонт Потому что там есть, ну, небольшие царапины Ну что, Гам, спасибо тебе большое За отличную работу Я буду еще к вам заезжать Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад Иди сюда, ты говно, жопа Итак, друзья, мы добрались до гаража Не обошлось без приключений Поскольку на улице недавно шел дождь Я небольшую часть пути проехал по бордюру Хорошо, что он был сухой Но я ехал медленно Я как бы не гнал Но наши милиционеры Так называемые, или полицейские Меня заметили, развернулись И прям отжали на дороге Говорят, стой, сейчас мы идем припаркуем В общем, они решили, что я малолетний беспредельщик Но буквально 3 минуты разговоров Я им объяснил то, что купил байк Разобрал, он был на мойке И чтобы опять не засрался Я именно поэтому еду по тротуару Очень медленно Показал им свои документы Права у меня, слава богу, есть Они сказали, езжай с богом Удачи тебе Вот, ну что, байк чистый Он действительно преобразился Хотя там сейчас выпала какая-то проводка Но я вижу цвет цепи Я вижу, как он вообще выглядит Байк прикольный Сейчас вот я хочу, кстати, посмотреть Кто у нас там по выпуску Кто за что все-таки голосует 36 комментариев Лепи монстра Кастом 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 Слушайте, но по ходу дела Спасибо, тут пишут ребята, что у меня классный канал Очень приятно Индивидуальный байк всегда лучше стока Конечно, кастом Один человек говорит, делай так, как ты хочешь Пусть твое сердце тебе подскажет Но я говорю, я эту ответственность приложил на вас Вот один человек пишет то, что 7,4,9 и 3,9 хороши в стоке И все меньше и меньше Дукатти только сток Я тоже об этом думал То, что мотоцикл действительно уже считается редким Их, ну, в продаже очень мало И очень мало живых Их там буквально, я не знаю, продается 3-4 мотоцикла А это еще и версия S Что делает его еще немного более уникальным И его в целом можно было бы, ну, купить пластик Его покрасить, поменять бак Устранить всякие мелкие дефекты И это был бы хороший мотоцикл Но, по сути, я могу просто и пойти купить себе Ducati 7,4,9 S Либо 3,9 Они пока еще не очень дорогие Хотя я так думаю, что цены на них будут расти Но у меня все-таки канал И я как бы это делаю не только для себя Но и для вас Чтобы вам было интересно смотреть И вот, ну, то, что я затеял Если мы делаем кастом То таких байков в России я не видел У нас много хороших мотоциклов делают Я сегодня, кстати, был в месте, где смотрел выхлоп на него Где-то на Павелецкой В общем, есть огромное место, где куча людей Там 3 или 4 мастерские с клевыми байками Там и кастомные байки есть И кафе рейсеры, и боберы, и чоперы И спортбайки Ну, в общем, у нас Хоть мы не живем ни в Майами, ни в Лас-Вегасе Но все-таки у нас есть некая аудитория Которая любит и уважает мотоциклы Как и я, собственно говоря Их тоже люблю и уважаю В общем, то, что я затеял Такого я еще не видел в нашей стране Ну, или не видел, может быть, то, что их там никто не фоткал И куда-то не выставлял какие-то знаменитые соцсети В общем, да, ну, по ходу дела Вот из тех комментариев, которые я наблюдаю Вот, 3 человека написали оригинал Все остальные написали делай корч Ну, что тут сказать? Я, как и обещал, сделаю так, как сказали вы Если вы знаете, что надо делать корч Будем делать корч По планам у нас поменять Или починить этот бак, покрасить Починить колесо Вот здесь есть кол Покрашиваю в черный цвет Также дальше по плану срезать вот эту часть Оставить только сиденье Сюда обязательно нужно будет поставить крыло Вот я, кстати, купил одно крыло Карбоновое В Питере Типа оно было на 7,4,9 Но оно вообще не подходит То есть оригинально к его Ducati Но подходит оно только по одному креплению По вот этому А по всем остальным местам оно не подходит Но, блин, конечно, жалко Но не суть Я либо буду дорабатывать это Мы его обрежем Там сделаем какие-то кронштейны Потому что если будет обрезан зад Соответственно, все будет лететь на спину Ну и плюс ко всему Оно действительно здесь Прикольно выглядит Как мне кажется Ну, либо буду искать все-таки оригинальное крыло Или, может быть, закажу новое Дальше будут небольшие элементы покраски Также надо закрыть аккумулятор Чтобы было красиво Перекрасить фару Поменять вот эту потертую крышку Сделать новый расширительный бачок Потому что тот я снял Придумать воздуховоды Ну, в общем, кое-что подкрасить И поменять Я очень надеюсь, что я уложусь Буквально в 2-3 недели Но вот я сегодня был опять же в сервисе И ребята мне сказали, что Выхлоп мне, наверное, лучше сделать кастомный И сварить заново И это и по бюджету Типа дорого Там 50-100 тысяч мне объявили И по срокам это тоже все не быстро Ну, то есть Те процедуры, которые зависят от меня Я в целом проведу быстро Но, в конце, может быть, мост будет только в августе На полном ходу И выглядит так, как я хотел бы Но опять же, не суть Если что, на зиму поставлю в барбершоп А кататься на нем буду следующим летом Это просто будет красивый мотоцикл Ну что, спасибо, что смотрите Обязательно пишите ваши комменты Ставьте флажки Потому что очень хочется, чтобы канал развивался Сейчас, ну, пошли небольшие движения Я вам очень благодарен за то, что вы много комментируете И пишите добрых слов Что вам нравится то, что я делаю Что это там что-то необычное Я буду делать больше и лучше Потому что у меня по планам Еще пара грандиозных проектов с машинами Я сейчас, ну, веду подготовку И обсуждаю там их стоимость И то, где я буду их делать Да, спасибо вам большое, что вы меня смотрите Обязательно ставьте лайки Пишите комменты Ставьте флажки Я не знаю, что там еще нужно делать До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok